Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы сделаем с вами расклад для дорогих моих овнов, солнечных овнов, лунных овнов, а также у всех у тех, у кого асцендент в овне на июль месяц 2018 года. Расклад мы будем делать с вами на золотой колоде и помогать нам будут карты Таро Ленорман. Итак, давайте начнем делать расклад для овнов. Начало месяца, конец месяца и середина месяца. Начало месяца. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Наверное, сразу все карты мы с вами откроем, чтобы была полная картина, полное представление. Посмотрите, какие чудесные карты, светлые все на сердце, под сердцем овнов. Итак, давайте смотреть, что же у нас получается на месяц июль 2018 года. Ну, могу сказать, что в этот месяц овнов хорошо уделить семье. Домашнему, может быть, хозяйству какому-то своему, в кругу семьи быть лучше всего. Также вот карты вам настоятельно не рекомендуют отправляться в отпуск за границу или дальние путешествия. Этого делать в этот месяц не нужно. Особенно, если вы любите экстрим, то вот экстримом как раз-таки это месяц неблагоприятный. Что еще можно сказать? Вдалеке от дома вы просто можете заболеть. А вот домашние стены, стены дома вас будут оберегать и, в общем-то, давать, придавать вам силы. В начале месяца, вот первые дни 10, очень великолепно вам подойдет путешествие. Путешествие, какой-то отдых, развлечение или, может быть, с детьми. Вы можете выехать на пикник или на природу, сходить в парк. Вот первые дни 10, это вот прекрасное время для каких-то прогулок, развлечений, общения с детьми. Может быть, занятие хобби, если у вас есть какое-то хобби, тоже хорошо заниматься в первой половине месяца. Много радости и удовлетворения вам принесут общение с детьми, но также и с родственниками, и с друзьями. И, может быть, будут какие-то праздничные мероприятия. Друзья будут активно зазывать вас куда-то на всевозможные вечеринки. Это вот что касается первых дней 10, какие-то корпоративы, мероприятия. Может быть, даже такие командные виды спорта у вас будут в первой половине месяца. Первые даже дней 10, вот в начале месяца больше. Даже вот эти вот, какие командные виды спорта, они будут вам доставлять огромное удовольствие. Всевозможные, может быть, встречи с одноклассниками, или неожиданно дадут о себе знать какие-то старые друзья. Дальше смотрите, что у вас происходит. В середине месяца где-то появляются какие-то, вам нужно будет решать жилищные вопросы. Вот до середины, в середине где-то июля жилищные вопросы встают у вас. Может быть, вы будете создавать какой-то домашний уют. Может быть, вы обустройство жилья у вас будет. Или начнете ремонт, или будете продолжать, или заканчивать ремонт. Что-то с родителями связан также вот месяц, середина этого месяца. Также с родителями. Может быть, это родительский дом. Вот какие-то, что-то связано с домашними, какими-то обустройством дома. Много дел у вас накопится. Вот в середине, к концу, уже вот к концу месяца у вас карта работы. Пошла работа. Активная работа. И причем, я еще хочу сказать, чтобы вы обратились к врачу. Если вас что-то беспокоит, какие-то вопросы, может быть, со здоровьем волновали, то вам обязательно вот во второй половине 2018 года, в июле, вам нужно обратиться к врачу. На работе будет полная запарка. Очень много будет работы в конце месяца. Вот с середины до конца. Вот к концу месяца накаляется обстановка, может быть, даже с коллективом какая-то напряженная обстановка. Могут какие-то быть, даже возникнут трудности на работе. Вот именно в непонимании с друзьями, с коллективом. Какие-то будут перемены у вас на работе. Может быть, вы, если кто ищет работу, то успеете вот где-то в середине это сделать. Потому что в конце месяца не самое благоприятное время, чтобы искать работу или что-то менять на работе. Последние дни месяца не очень благоприятны вообще для многих вещей. Поэтому постарайтесь какие-то вопросы более глобальные решить именно в начале, в середине месяца. А в конце месяца не очень благоприятный период. Дальше. Что еще здесь можно сказать? Ну, опять-таки, вот вам идет дом. Именно надо заниматься своим домом и хозяйством. В конце все-таки вы задумаетесь о смене работы. Может быть, даже так получится. Вот что касается любовной сферы, я не вижу глобальных перемен здесь или то, что вы кого-то можете встретить. А вот именно старые связи, старые какие у вас отношения были, их надо дорожить. И вот то, что на сердце я вижу светлая, хорошая карта, это по всей вероятности все-таки старые отношения, уже устоявшиеся. Берегите эти отношения. Ни в коем случае не ругайтесь. Во всяком случае, в этом месяце я не вижу встречи новой любви. Поэтому берегите то, что имеете. Вот так, наверное, я бы хотела сказать. Далее. Что еще хочу сказать? Если кто-то хочет начинать бизнес или как-то вкладываться, то вообще этот месяц не особенно удачный для начала каких-то дел и вложений каких-то. Это совсем неудачный этот месяц. Поэтому вам нужно в этом месяце либо заканчивать какие-то дела, либо же продолжать уже то, что вы начали ранее, но начинать ничего нельзя. Дальше. Дальше. Что еще сказать можно? Ну, в общем-то, в принципе, так по большому счету я вам уже сказала. По поводу дома, ремонта, может быть, действительно, то, что касается. Вот, понимаете, еще в середине месяца у вас идут какие-то доходы, но эти доходы, я вижу, это не ваши личные. Может быть, это какие-то дивиденды, ранее вложенные средства. Или, может быть, это деньги вашего мужа или вашей жены, вот чьи-то деньги, чьи-то, или в банке кредит какой-то, или ипотека. Но это не лично ваши заработанные деньги. Вот вы как их взяли, они так и уходят уходить. И именно, вот вижу, именно большинство денег уйдут на жилье. Но вам еще совет этих карт, что нужно навестить родителей. Это, кстати, очень хороший период для того, чтобы навестить родителей. Побыть с ними вместе, вспомнить какие-то родовые традиции, приобщить к этим традициям своих детей. Показать, как можно уважительно относиться к своим отцу и матери, чтобы дети брали с вас пример. В общем-то, вот такой вот месяц. Может быть, даже воспитание детей здесь тоже будет очень хорошо. Воспитывать детей, показывать, как нужно жить, как надо поступать. Вместе с детьми, так же, как я уже и говорила, может быть, заниматься какими-то хобби, игры, посещение театра. Как-то вот ненавязчиво способствует развитию творческих каких-то, интеллектуальных, артистических способностей ваших детей. Вот это время прям замечательно. Если кто-то водит на танцы, на хореографию, на какие-то музыкальные уроки своих детей. Это очень-очень удачное, хорошее время. Ну, в общем-то, вот по этому поводу я сказала. И, значит, во второй половине я, как вам еще раз повторю, что нужно обратить на свое здоровье. На здоровье, внимание. И по работе будут какие-то конфликтные ситуации в конце. Так, давайте теперь посмотрим все-таки, что нам скажут карты Ленорман, как помощники. И, что еще в этом месяце? Так. Ну что ж, вот две карты. Пятерка мечей, двойка жезлов. Говорит в этом месяце вам ни в коем случае не играть ни в какие азартные игры. И вы можете проиграть. Проиграть, то есть вот этот азарт, вот этот дейкстрим, как я и говорила, ни в коем случае не должен присутствовать у вас в этом месяце. Далее. Ну вот смотрите, как король и письмо здесь выпадает. Возможно, какие-то интернет-переписки. Или, может быть, какие-то отчетности по интернету с руководством. Это может проигрываться и как король, какие-то уже отношения у вас в интернет-переписках. Либо же это какой-то деловой человек, который, может быть, начальник или шеф. И вы вот по электронке скидываете какие-то документы. Может быть, нужно будет, придется это делать в этом месяце. Далее. Вот как я и говорила, что, возможно, какие-то ссоры в конце месяца здесь на работе именно из-за финансов. Вот что-то с финансами связано. Возможно, здесь какие-то будут ссоры, неприятности. Может, что-то вы посчитаете, что вам не додали какую-то сумму денег. Или что-то вот так будет насчет денег. Ну вот, знаете, я вам хочу сказать, здесь идет у нас Мак и Девятка Мечей. Ну, во-первых, карта Мак говорит о том, что вы можете выкрутиться из любой ситуации. Вы хороший психолог. Хорошо можете, в общем-то, общаться с людьми. Видеть все их за, против, все их минусы и плюсы. То есть, вот знаете, вы так хороший манипулятор, скажем. Но в то же время, в этом месяце вы будете привязаны именно к дому, к семье. Как я уже сказала, поездки не ожидаются. Даже если вы планируете какие-то поездки, лучше их отложить, потому что это будут неудачные поездки. Вот по всем параметрам надо заняться домом и семьей в этом месяце. Вот такой вот будет месяц. Ну, в целом, расклад мне очень нравится. Приятный, хороший. Тем более, что вот путешествия в первой половине, где-то первые 10 дней. Пожалуйста, отдыхайте, гуляйте, набирайте сил, потому что уже вторая половина для этого непригодна. В целом, расклад очень даже благоприятный, очень положительный. Я желаю вам, дорогие мои овны, здоровья, счастья, любовь, которая сейчас у вас присутствует. Берегите эти отношения, не распыляйтесь. Финансово вам благополучие. Вот как в середине месяца у вас будут какие-то доходы. Поэтому постарайтесь их не распылять, а сберечь. В общем-то, дай Бог, чтобы и в семье, и в доме у вас было благополучно. Чтобы детки ваши были здоровенькие, чтобы радовали вас. И родители, чтобы были здоровые. И всего вам самого наилучшего в мире. Продолжение следует...